Пасхальный вечер И в завете с Авраамом он сказал, ты представляй меня противостой этому миру, который был поражен Вавилоном, смешением, конфузией, просто смутился, заблудился. Ты неси в этот мир разумное, доброе, вечное, то есть от меня информацию, а я благословлю тебя. Потом был заключен завет, когда там были рассечены животные, огонь прошел, и Господь Бог сказал, я тебе, твоим потомству, даю эту землю. Авраам в шоке спросил, как это будет, ответ был очень странный, ответ был примерно такой, твое потомство будет 400 лет в рабстве в Египте, а потом я выведу. Суть этих слов, что вот я заключил с тобою завет, но потом, когда твои потомки даже забудут про этот завет и отступят, и опустятся духовно ниже плинтуса, я все равно найду их, и избавлю, и выведу, и восстановлю их духовное положение и состояние. Суть исхода, суть ягнят, дверей, на которых красили кровью, и сопа, выхода стремительного из Египта, мацот, все это, чтобы обновить то обетование, которое Господь Бог сказал Аврааму, заключив с ним клятвенно завет. По сути, на Синае был обновлен. Песах, это когда не что-то совершенно новое заключается, а обновляется нечто. Обновляется, когда потом, спустя несколько тысячелетий, приходит Ешуа по пророчеству Иеремии, которое сказано, 31-31 Иеремия, я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Суть, это не что-то новое, а я обновлю то старое, расширив полномочия, расширив откровение, расширив суть жертв, расширив суть и силу священника, который совершает все это. Это все одно откровение от Авраама до Моисея и до Ешуа. И сегодня мы, когда мы приходим к пасхальной вечере, мы, по сути, возвращаемся назад, чтобы с усилением двигаться вперед, чтобы то откровение, которое было однотипным, но от Моисея, от Авраама к Моше, оно расширилось, от Моше к Ешуа, оно стало просто громадным, наполняв нас, оно могло двигаться вперед в нас и благословлять мир вокруг нас. Но прежде всего, прежде чем мы бежим благословлять мир, нам нужно самим обновиться. Желаю вам в наступающий праздник Песах, вот этого внутреннего обновления завета с Господом Богом, когда откровение Авраама и откровение Моше, и, разумеется, откровение Ешуа Моше в его крови, в его теле, может пронизать нас, давая нам абсолютно свежий горизонт силы и помазания. Пусть Бог благословит вас особенным образом в этот наступающий праздник Песах.